В этом магазине Ватутина продавцы не соблюдают масочный режим. О нарушениях сообщил один из покупателей. На деле это подтвердилось и стало первым, но далеко не последним замечанием. Из обязательных антиковидных требований разве что разметка на полу. Антисептик неизвестного происхождения вместо детсредства для обработки поверхностей – бытовой отбеливатель. А еще проверяющие не обнаружили журнала термометрии и графика уборки помещения. Впрочем, проводится ли она вообще – тоже вопрос. Не оказалось в магазине и семидневного запаса масок. Предъявили только те, что выставлены на продажу. Вы знаете, хранение в таком состоянии масок, которые потом будут надеваться на лицо, не совсем приемлемо. В торговом зале сюрпризы не закончились. В складском помещении полная антисанитария. Управляющий нашел этому объяснение. Полки специально так и сделаны, чтобы не на полу хранилось. Продукция, которая сейчас хранится на полу, скорее всего, еще не выяснил. Может, вчера или сегодня привезли, не убрали, может, на полку. Халатность сотрудника, признаю. Вишенкой на торте стали тараканы в туалетной комнате. У вас тараканы сейчас? Вам вообще заперчено. Санитарно-техническое состояние данного объекта неудовлетворительное. Также санитарно-гигиеническое состояние объекта. В торговом зале сколы и плитки, то есть, что не может обрабатываться фактическим образом. Также хранение товара на полу, то есть, что также является нарушением санитарных правил. Нарушения нашли и сотрудники городского департамента потребительского рынка. Предприниматель осуществляет свою деятельность на данном объекте по договору аренды, который прекратил свое действие 1 ноября. Но это должно заинтересовать скорее, наверное, органы ОМВД, нежели нас. Выявленные нарушения обернутся предпринимателю крупным штрафом и, возможно, при остановке деятельности. В ближайшее время торговой точкой займутся и правоохранительные органы. Елена Старожук и Александр Зосимов. Тюменская служба новостей.